Надоели гайды по варфрейм? Надоело смотреть на то, как тебя учат правильно билдиться? Хочется просто отдохнуть и развлечься? Тогда дать тебе к нам. Контент прямиком со дна, забавные моменты и просто угар. У нас нет смысла, логики и структуры, ролики выходят, мы сами не замкли. Мы просто снимаем трэш в надежде, что вам понравится. Заинтересовало? Нет. В любом случае тебе стоит зайти на наш канал, чтобы оценить обстановку. Ну и узнать, что здесь вообще происходит. Сыны днища. Ныряй к нам на канал. Город Орел. Экипаж ДПС несет свою службу, освещая своим полосатым жезлом путь всем потенциальным штрафникам. Вдруг, заметив нарушителя дорожного порядка в лице водителя такси, пересекшего границу двойной сплошной линии и развернувшегося в неположенном месте, бдительный экипаж принимает решение во что бы то ни стало догнать нарушителя и наказать по всей строгости закона. Но их плану помешал неожиданно появившийся Орловский гонщик на немецкой иномарке, ехавший по правой полосе. На запсе видно, как он пытается перестроиться в левую, но в этот момент перед ним неожиданно такой же маневр совершает водитель Пазика. Пытаясь уйти от столкновения с пассажирским автобусом, водитель Мерседеса берет правее и врезается на всей скорости в экипаж ДПС со включенными проблесковыми маячками. Врачебная помощь в результате ДТП потребовалась водителю Мерседеса и пассажиру патрульной машины. Пострадавшие получили легкие травмы и были госпитализированы. Друзья, эта запись прислана нашим зрителям из Пензенской области. Предлагаю разобрать эту дорожную ситуацию вместе с вами. Ваши ответы пишите в комментариях под этим видео. А пока хочу напомнить вам про конкурс. Как только мы набираем 5000 подписчиков, мы запустим конкурс, в котором разыграем 1000 рублей и особый приз. Так что, друзья, ставим лайк, подписываемся, жмем на колокольчик и погнали. Эта запись сделана в конце марта этого года. В Липецкой области агрессивно настроенный местный житель, узнав о задержании своего брата за пьяное вождение, подъехал на место происшествия и без долгих разговоров. Как видно на записи, одним ударом отправил сотрудника дорожно-патрульной службы на асфальт. Полицейский получил закрыто черепно-мозговую травму и был госпитализирован. А ударивший его мужчина был задержан. В настоящее время расследование уголовного дела закончено. Виновник получил 4 года лишения свободы условно. Причинами столь снисходительного отношения суда стали смягчающие обстоятельства раскаяния виновного и наличие у него трех малолетних детей, а также и возмещение потерпевшему материального и морального вреда. В Смоленск вагон тронулся, а половина пассажирки оказалась снаружи. На видео можно рассмотреть, как все пассажиры покидают вагон, но одна из женщин не успевает спуститься со ступеней. И в итоге пожилую женщину зажимает дверями трамвая, и в этом положении она проезжает несколько метров. К счастью, пенсионерка не пострадала. Беларусь. Колонна военной техники едет со стороны привала и поворачивает в сторону Гродно. Выехав на главную, механик-водитель боевой машины пехоты не справляется с управлением, и в итоге БМП уходит в занос и выезжает на встречную полосу, где наезжает на «Фольксваген», в котором ехали дед с внуком и останавливается у него на крыше. Водитель «Фольксвагена» очень повезло, его сидение сложилось, и он оказался в лежачем положении. Рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли вытащить только при помощи сотрудников МЧС. По счастливой случайности мужчина отделался легкими травмами. Воркута на записи видно, как странный мужчина выбежал на проезжую часть и стал кидаться на встречные машины с небольшим ломом в руках. Однако, услышав звук сирены полицейской машины, он поспешно ретировался. Автор видео последовал за скрывшимся в подворотне воркутинцем и стал очевидцем, как его задержали сотрудники полиции. Мужчина издавал нечленораздельные звуки, когда лежал на земле, а его держал страж правопорядка. Затем он успокоился и не стал сопротивляться, когда его повели в машину. Из салона авто слышно, как мужчина объяснял сотрудникам полиции причины своего не совсем адекватного поведения. Ну извините, пожалуйста, я сижу дома, мне просто надоел звук машин. Ну сколько можно, оформляйте штраф, отметил ненавистник воркутинских авто. Как пишут местные жители, герой видео уже засветился в паре подобных проектов. Так, 30 июня во дворе одного из домов он забирался на крыши машин и прыгал на них. Воркутинцы пишут, когда же этого местного ненормального посадят в дурку. В миллионы долларов оценивается ущерб, нанесенный 29-летним Родни Джонсоном, который на пару часов превратил крохотный австралийский городок Синглтон в зону боевых действий. Он угнал фуру на заправке, пока водитель расплачивался за топливо, после чего на высокой скорости двинул на юг. Вскоре ему на хвост сели полицейские, но похититель и не думал останавливаться. Погоня затянулась почти на полтора часа. За это время грузовик преодолел более 114 километров, по пути протаранив шесть служебных машин, перекрывавших ему дорогу. На подъезде к Синглтону терпение правоохранителя лопнуло. Их коллеги блокировали район и растянули на проезжей части ленту с шипами. Двигавшаяся на высокой скорости фура с проколотыми колесами оказалась неуправляема. Вылетела на тротуар, загорелась и протаранила историческое здание, фактически снеся половину первого этажа. Джонсону несказанно повезло. Он практически не пострадал. Смог самостоятельно выбраться из кабины и отбежать в сторону. За помощью он обратился к ставшему свидетелем ДТП дальнобойщику, в кабине которого его через несколько минут и задержали. Впрочем, Родни успел оказать сопротивление, вынудив полицейских применить силу. В результате инцидента пять человек попали в больницу, а нанесенный урон оценили в несколько миллионов долларов. Разрушенный дом до сих пор не восстановили. При этом судебное разбирательство по его делу затянулось, поскольку сторона защиты упирается на то, что Джонсон психически болен. В центре Иванова, средь бела дня, человек напал на робота. Ивановец, объявивший войну роботом, сначала увидел выходящий из дверей офиса кабель, вытащив вилку из розетки и стал тянуть провод на себя. Затем подошел к роботу и попытался оторвать ему голову. А когда на помощь своему детищу подоспели сотрудники фирмы, хулиган уронил примерно 40-килограммового робота и сбежал. К счастью, робот серьезно не пострадал, и вскоре он вновь продолжил радовать прохожих. Спасибо за просмотр, если вы впервые на канале. Найдите красную кнопочку и нажмите подписаться. Ну и поставьте колокольчик, не забудьте оценить видео и оставить свое мнение в комментариях. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте Дорожные войны 2. Любой из вас сумеет очень помочь нам и себе, если просто распространить этот фильм. Отправьте ссылку на него друзьям и знакомым. Расскажите своим родственникам о том, что увидели. Продолжение следует...